Так, следующий урок и разбираемся как финальный заезд седьмого этапа. Старт седьмой позиции. Взял Иллина, Иллина, Иллина. На старте у нас впереди Задорулька, Федченко, Виквененко, Иванюк, Пальдаруш, Сербин, Иллина и вот ракетина на восьмой позиции. Во многих и других уже видео я этот момент видел и здесь он тоже будет присутствовать в первом этом повороте. И вот зачастую боятся, что их пройдут внутри или выстраиваются длинным паровозиком внутрь. Первый тормозит, второй еще больше, тормозит, третий еще больше, что-то еще больше. И поэтому тот, кто решает поехать по внешке, обычно выигрывает. Пальдаруш в отборочных заездах выигрывал очень много позиций таким образом. Поэтому вы не должны всегда глупо уходить внутрь и думать, что вы тут сохраните внутреннюю позицию. Нужно по ситуации ориентироваться. Если человек впереди, пилот, соперник слишком сильно замедляется, то есть шанс и по внешке его пройти. Потому что, когда 3-4 карта едут с крайней мидомой и все внутри держатся, то ее оставляют вместо на внешке, то к полной скорости там можно просто все пройти. И пройдя всю дугу, пройдя правый второй поворот, в третий левый уже без позиции. Здесь плохо стартовал карту Иванюка и опустил шип сербин. Вот в этот момент, видя насколько он накатывает на Иванюка, ему уже нужно было смешаться влево и обвежать Иванюка по внешне. Но он наверное думал, что попробует его провести и что-нибудь такое он медленный и в итоге поехал за ним, пока в него не уперся. А здесь ему уже вот приходится только тормозить. Здесь явно Сережа неправильно рассчитал. Оценил ситуацию и в результате потерял позицию. Только относительно дальше. В свою очередь Полярошу успел объехать Иванюка и пристроиться внутрь. Вообще Саша там лежит по внешке, второй раз он даже за счет этого оставался там в стене, который ему тут оставался. Но тут он успел просто его объехать и пристроиться внутрь. Даша пошла дальше по мнению Шкир, потому что Полярош вытормозился перед Литвиненко. Но в данном случае была очереда ошибок. Заодно Свеченко, затем Литвиненко. Затем достаточно далеко выезжает от поворота Полярош и забивает с траектории Даши. Из-за чего это происходит. Смотрим. Вот. Иванюк дважды ударяется в карт Поляроша, выбивает его на внешку. Полярош соответственно выбивает Дашу и Иванюк проходит внутрь. Не вытормозился на внешку, что пилоты впереди не едут паровозом к танке. Это однозначно про нарушение со стороны Иванюка. Незначительное, но нарушение. Однако относительно Саши он не выиграл позицию. Но выиграл ее относительно Даши. И тем самым можно сказать, что из-за своего нарушения он отыграл одну позицию. А вот я сейчас следующим поворотом. И таки подыграл это уже нарушение и выиграл ее вторую позицию. Поскольку здесь мы не боем болезть Поляроша. Поляроша аккуратно вытормаживается, чтобы не реакции Ваня не выместили Иванюка. И затем пускает Иванюка после этого. Результат. Иванюк во втором повороте подбивает Поляроша. Из-за этого проходит Медведевый. Затем Полярош борется с Полярошем. Проходит и Поляроша. И за счет этого Серпик выигрывает позицию относительно Медведева и Поляроша. В результате Полярош с четвертой позиции. Сейчас уже откатывается на пятую. И потом пропускает Дашу и на шестую. Мог ли Полярош избежать этого? Мог. Вот в этом инциденте. Полярош на более быстром картридже Иванюк. Избавляет газ. И пускает внутрь. Здесь еще Иванюка в тот момент. Тогда-тогда. Вот здесь вот. Вот здесь можно было успевать закрываться внутрь. И пристраиваться за вами. А не ехать за бутильник. Это первый момент. И этот Полярош мог оставить позицию. Здесь опять Полярош продолжает ехать. Оставляя место Иванюку. Несмотря на то, что его скорость и ход меньше. Тоже самое. Касается и Даши. Которая выехала от первого сведеника. Потеряла ход. Но здесь она не успевала закрыться. Вот на стенах сервера. Здесь Полярош мог протянуть дальше. Но ему пришлось затормозить, чтобы не врезаться и не вынести валь. Наверное он сделать ничего не мог. Слишком лояльно поступил. А тут еще и получил толчок от Сербина. И снова соскочил на внешку. Дальше мы видим как Иванюк ошибается. А здесь он вайфовал далеко впереди Серби. Серби он поворачивается назад контролирует. Нет или никого там. Впереди мы видим Барбул. Ледвиненко и Фетченко. Видим как Фетченко до последнего тесняет Ледвиненко. А Иванюк в свою очередь выехал далеко впереди Серби. Не думает о том, что ему нужно защищаться. Продолжает пустить его прямо. И до первого поворота, до точки входа. Пускает туда Сербина. Ну и так вопрос о том, что в этом повороте можно обгонять. Когда пироги так безвольно даже не думают о том, чтобы защищаться. В данном случае Иванюк просто подарил позицию Сербину. Здесь на входе поляру шестерка ошибается. Бьется в стенку. И едем дальше. Ну и круг паровозик пока все осторожничают. Ракета позади не глядя. На самом деле эта картина ждет подходящего случая. Здесь поляру шестерка. Поэтому мало того, что он тренер, как мы с Сашей. Если ты смотришь, чтобы разбирали этот момент. Вот все куда-то пошли по одинаковой широкой траектории. Потом резко заужаешься. А потом резко уходишь на внешку. Абсолютно не думая о том, что сзади тоже есть карта. И сейчас ходом Даша накатывает. И в тот момент, когда можно было ее заблокировать и выпрямозить. Саша просто отходит в сторону и говорит, пожалуйста, проезжай. Ошибка. В данном случае подаривший Александр. Который ходом пропускает Даша. Затем поляруш еще и нарушает правила. В данном случае. Не рассчитав маневр против Иванюка. Путь на его влетает. Иванюк. Если ты уже едешь до конца защищаешься. То не нужно смещаться перед породом так, чтобы оставалось место. Мы видим, что здесь он оставил место. И карта вроде как помещается. Но поляруш просто едет туда прямо. И в момент, когда ходит в поворот, он выталкивает его голову. В свою очередь. Даша по внешке пыталась здесь удержаться проехать. Но здесь из-за удара Иванюка не потеряла от немки скорость. Но Саша в итоге теряет позицию относительно Даша. Из-за своей лежащей позиции. Здесь он вблизается. Теряет ход. Находит далеко в глубину. Его оттесняет Иванюк. И за счет этого он не так убивает против Даша. Здесь они заходят в поворот вместе вдвоем. И Иванюк. Подкатывается уже на предпоследнее место на среднем компарте. И там дальше уже становится жертвой Аркетина. Который выезжает из поворота. Оказывается на внешке перед поворотом Метрии. И навязывая это на торгу. Смотрим дальше. Не менее интересно будет происходить. Раз. Здесь внутрь пускают в этом повороте. Недведи его Иванюк. Промахивает. Поворот тормозит в самом Апексе. Теряет ход. Дальше смещается внутрь. И здесь. Проблема в том, что было касание. И выгивание его Иванюка. Оп. И сбилось траекторию. Отверлась на голову. Поэтому это был бы штраф если бы не было пропускания Антону обратно в следующем повороте. А вот институт. Впереди мы видим Литвиненко и Свеченко. Где Литвиненко едет дробно Свеченко. Но с этой камерой, как я говорил, очень плохо видно. Однако так хорошо было видно с камеры, которая находится на этом столбе. Хорошо. Развернулся сам. Вот одна Иванюку обратная позиция. И. Завязалась борьба еще и с ракетами. И вот к вопросу от того, когда оба пилота едут адекватно. Мы видим, что. Начиная вот от этого поворота. Ракетин и Медведева едут рядом. Илья здесь оставляет место. Медведевая сам. Затем следующее товаро опять таки. Мог потенциально ракетин сместить Дашу ему в мешку. Но он затормаживается. Оставляет место и они вдвоем входят в поворот. Все-таки здесь я уверен, что в следующем левом повороте выигрышной позиции все равно он ее выдает относительно Даши. Но. Смотрим, что только завет. Здесь. Ваня ошибается. Ставит карточком. На ровном месте без прессинга сам по себе. Смотрим. Оп. Смотрит. Рефлексирует на это. И ванюх вытормаживается. И в него упирается ракетин. И тоже сбывает. Темп теряет скорость. И из-за этого по внешке Даша удерживает и оставил свою позицию относительно Ильи. И следующий поворот снова. И снова они вдвоем. Не странно то, что у Ильи не был шанс пройти. Но. Видя, что Даша не будет уступать. Он выбрасывает этот поворот по внешке. И Даша. Забрасывает скорость идет внутри. И опять-таки вдвоем. Два пилота, которые поступают. Дрожумно. Входят в первый поворот. И вдвоем из него выходит. Пример как вы можете в ламборде смотреть на ютубе. С разных ракурсов. И видеть, что это возможно. Я тебя не подороже. Все до картины наблюдаю. Последний уловит ряда. Много ошибок в последнем повороте. Ставит карточком. И. И. Вот здесь Иванюк. Не делает выводы. Он так пустил Сербина. Здесь опять просто. Выезжает и продолжает ехать. Рядом. Прямо. Отпускает внутрь соперника. Абсолютно даже не пытаясь защитить свою позицию. Тут без комментариев. Дополнительных. Потому что этот эпизод мы уже рассказывали. Дальше смотрим на какой защищается Ваня. Проходит связка поворота. Все хорошо. Здесь в принципе. Делает лишние какие-то повороты головой. Вот тут Ваня. Повернул. Посмотрел. Видит Дашу. Даша. Да. Справа. Зади. Зачем здесь смотреть влево. Она не могла же телепортироваться за полсекунды. Лишнее движение головой. Лишнее движение головой. Вам тоже не нужно. Вы отвлекаетесь от пилотажа. И опять таки пар. Которые рядом. Сзади. Нужно слышать. Слышать. Здесь я говорил. Вот мы выезжаем из этого поворота. Ваша задача. Ну дать сопернику сюда внизу. Пройти мгновенно. Ходом. Чтобы перед следующим поворотом. Влево. Не было у него возможности вас либо вообще отъехать. Либо по внешке обойти. То есть тут должно быть чуть чуть меньше пространство. Иначе ходом туда может оттиснуться камер. И только потом выезжает от этого поворота. Здесь мы смещаемся сюда. Ване сейчас ехал неправильно. Если бы лучше был выход у Даши. И как показала практика в уроках. Наших на треке. Там бы уже был картный трек. И ходом бы его объезжал. Здесь. В свою очередь Даша повторяет траекторию Вани. Лидит за ним. И вот тут потом смещается немножечко. И пытается перекрестить внутрь. Но. Промахивается. Здесь. Или это была попытка по внешке. Третье не знаю. Но в любом случае это. Неправильная была траектория. И в итоге она последовала просто поваленная траектория. А следует по траекторию обороняющегося. 1 км в 2 куске. Ну. Разница в скорости очень большая. У тебя 2 партов. 21 и 12. Наверное. Так наверное. Удается. К повороту. Номер 1. Все равно. Подойти. На расстоянии. И здесь Ваня. Опять начинает. Крутить много головой. Грело. Потом. Право. Смещается. И сам себя запутывает. Теряя. И точку входа в поворот. И соперника. И так далее. Не надо. Вот это вот. Кручение. Бесконечного. Вы. Вы что напрямую. Оценили. То. Как бы. С какой скоростью. Вы туда выехали. Какой соперник сзади. Насколько. Этот соперник. Опасен. В этом повороте. Насколько. Быстро. У него как. И уже. Заранее. Едите. По одному. Какому-то. Определенному. Заданному вам маршруту. И слушайте. Где он подъезжал. Если вы видите. Что вам внутрь лезет. Все встали внутрь. И держите внутреннюю траекторию. Даете ему поравняться с вами. Наоборот. Еще. Еще напрямую. Чтобы потом напрямую. Когда вы еще. В равных позициях. Перед поворотом. Была возможность его бы оттеснить. И войти в этот поворот. Когда мы начинаем метаться. Туда-сюда. Напрямую. Сами себя сбиваем. Запутываем. Мы рискуем в один момент. Летнуться туда. Где не будет соперника. А соперник наверняка в другую сторону. И вас съест. Хватит перететь головой до бесконечности. Один раз повернули. Если вы чувствуете соперника. Увидели. Оценили ситуацию. Выбрали стратегию. И ее исследуем. Еще раз. В этом повороте. Если на вас сильно накатывает. Сразу уходим. Даем сопернику слева. С вами рядом. Он породил нас. Видео уроки. Атака оборона. Сказал ему. Сынову. И Медведеву. И Медведеву. Я это покажу вам. Гермиш. И затем. Перед поворотом. Когда он слева от вас. Вы спокойно. Контролируете. Вход в этот поворот. Не даете ему. Всегда перекрестить. Во-первых. Не даете ему. Подъехать вас. По внешке. Вход в этот поворот. Потому что. Вы можете на него. Опереться. Взбить его. Во-вторых. Вы не даете ему. Влезть внутрь. Если правильно. Войдете в первый поворот. Ну. Ваня этого не делает. Ваня крутит головой. И здесь. Просто. Пускай. Внутрь. А потом. Еще. В последний момент. Начинает. В нее. Поворачивать. В результате. Отскакивает. Вырезается. Все. Вот. И все. Больше. Инцидентов. В этом. Видео. Не будет. Поэтому. В этом. В этом. В этом. Урок. Под эти. Прекрасные. Звуки. Проснувшегося. Ребенка. Мы заканчиваем.